Более 300 нарушений выявлено в 2018 году в Забайкальском крае в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. При проверках мы выявляем такие нарушения, как отсутствие документов, подтверждающих качество, отсутствие маркировки на упаковочной таре, иногда бывают и просроченные продукты, крупы. Не стоит забывать о том, что все крупы имеют разные сроки хранения. Для овсяных хлопьев это 4 месяца, для манной, кукурузной и овсяной круп 10 месяцев, колотого гороха и гречневой крупы 20 месяцев. Наша компания сотрудничает с производителем круп, а также муки в основном в Алтайском крае. Поставка товара производится железнодорожным транспортом. Приемка осуществляется по товаросопроводительным документам. В обязательном порядке проверяются сертификаты, декларации качества, а также сроки годности. При поступлении крупы на базы в обязательном порядке берется проба для лабораторного определения влажности, вкуса, запаха цвета и других показателей качества, а также на наличие вредителей. Несоответствие крупы по показателям качества, оно влияет на вкусовые характеристики. Несоответствие же крупы по показателям безопасности, оно может влиять на здоровье человека. В крупе встречаются такие вредители, как мучнистый хрущак, рыжий мукоед, клещи, долгоносики. При обнаружении вредителей в крупе в домашних условиях ее лучше сразу уничтожить, потому что не только одна крупа, у вас может и мука заразиться, и мебель. Неприятный запах и внешний вид, горьковатый вкус – явные признаки испорченной крупы. Если вы обнаружили, что купили некачественный товар, сохраните упаковку, вспомните место покупки, а затем обращайтесь в Россельхознадзор. Напоминают специалисты. Ольга Шишкина, Анжелика Гришина, Андрей Шаронов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok